Всем привет! Один из моих самых любимых тортов это чизкейк и я не перестаю совершенствовать его. На этот раз я хотела сделать немножечко другой рецепт, который я сама придумала. Все пропорции к этому рецепту я оставлю как всегда под видео. Смотрите сам процесс. Печенье я на этот раз уменьшила количество и также количество масла, поэтому сама крошка из печенья она более нежная. Форму я подготовила, сделала фольгу вдвойне на всякий случай. Разравниваем крошку, стакан должен быть, который с прямым углом, чтобы удобнее было делать бортики. Слишком сильно я не уплотняла крошку из печенья. Также основа для самого чизкейка из сыра, сливок, сахара. Я сложила все в миску и пробила миксером вместе с яйцами. Крахмала, чайная ложка, не сильно большой горкой. Пробиваем миксером в течение 1 минуты. Впоследствии я добавила 1 пакетик ванильного сахара. Предварительно форму из печенья я не запекала в духовке, а вылила все сразу. Этот рецепт родился у меня, когда у меня было очень мало времени, поэтому все получилось даже очень удачно. Все, в таком виде, не перекладывая, не передвигая форму, мы отправляем в духовку на 160-170 градусов. Пока чизкейк печется в течение полутора часов, я занимаюсь заливкой из клубники. Клубнику, сахар и крахмал перемешиваем и ставим на огонь. Наш чизкейк через час-десять очень хорошо поднялся. Хотя после остывания он оседает, но это никак не умаляет его вкус. Клубнику я порезала. Если лень резать, пробейте блендером, когда она разморозится. Не забывайте перемешивать клубнику, потому что крахмал со временем может приставать к дну кастрюли. Вот такой он уже остывший, но еще горяченький немножко. Клубника закипела. Потом я добавила еще желатин. Также пропорции будут под видео. С помощью двух широких шпателей я переставляю чизкейк вместе с фольгой с формой на маленький поднос, для того, чтобы удобнее было его потом поставить в холодильник. Он более-менее твердый, но еще должен постоять ночь в холодильнике. Также заливаю я клубничную заливку вместе с желатином и отправляю в холодильник. Самое сложное дождаться утра. И этот день настал. Теперь уже спокойно с помощью одного шпателя можно передвигать чизкейк на блюдо и наслаждаться его вкусом. Основа из печенья, так как она более тонкая и более не сильно упрессованная, как раньше. Там меньшее количество масла. Это дает какую-то воздушность, легкость и нежность этому чизкейку. И он получается просто невероятно нежный и вкусный. Особенно с утра с кофе. Заряд бодрости, энергии и наслаждения вам обеспечен на целый день. Обязательно сделайте этот чизкейк. Я делаю его в нашей семье очень часто. И самое сложное это дождаться утра. А так времени на приготовление уходит очень мало. Поэтому не ленитесь, делайте. И ваша семья вас обязательно отблагодарит. Используйте. Используйте. Используйте.